Здравствуйте, я Павел Фигений. В сегодняшней тренировке я хочу начать свой видеокурс, посвященный работе резиновыми лентами в домашних условиях. Эту тему я выбрал не случайно. Мне очень нравится использовать резиновые ленты в своих личных тренировках при работе на силу, на скорость, при подготовке спортсменов к соревнованиям и при реабилитации людей после различных травм. Сегодня я не случайно снимаю у себя дома, потому что сегодняшнюю тренировку я хочу посвятить работе резиновыми лентами не в тренажерном зале, а работе с лентами в домашних условиях. Когда мы можем это делать? Когда нет возможности посещать тренажерные залы? Когда вы готовитесь к сессиям, к сдаче экзаменов, вступительных, выпускных? Когда у вас реабилитационный период после травм? Когда вы находитесь в каких-то командировках, но вам надо поддерживать свою физическую форму. Вот этот несложный набор позволит вам это сделать. Каждая лента, каждый цвет ленты, вне зависимости от фирмы, имеет свою степень нагрузки. Значит, сегодня я буду демонстрировать, естественно, самой легкой нагрузкой. И посвятим мы сегодняшнюю тренировку по работе на мышцах плодрицепс и бицепс-бедран. Ну, начнем мы с демонстрации, нашу демонстрацию, естественно, с классических приседаний. Что мы делаем? Мы берем резиную ленту, накидываем ее на плечи, ставим под ноги, выбираем ширину остановок ног и делаем классические приседания. Также можно приседать в клее, или, как еще называют, в сумму. Очень нравится мне использовать резиновые ленты в приседаниях так называемого способа 2-1. Что это такое? Мы делаем два коротких подъема и третий подъем полный. Значит, что мы должны учитывать при работе? Ну, это идет классическая работа, 3-4 подхода по 15-20 повторений. Вы можете использовать все эти упражнения в комплексе, можете выбирать какое-то из упражнений, и использовать его в тренировке. Значит, повторю. Первое, это было классические приседания, потом приседания плее, или приседания в сумму, как их называют, в пау-лифтинге, и приседания в стиле 2-1. Два коротких подъема, один полный. Так. Также можно использовать резиновую ленту при приседании в выпаде. В данном случае передняя нога держит резиновую ленту, лента также находится на плечах. Делаем заданное количество повторений, меняем ногу, и делаем на другую ногу. Это были упражнения на переднюю поверхность бедра. Также можно резиновой лентой проработать и бицепс бедра сделать, как все делают в тренажерных залах, классическую встановую тягу на прямых ногах. Соблюдая технику, выполняем. Завершить можно данный комплекс тренировкой мышц голени. Здесь резиновую ленту использовать необязательно. Нужно просто подойти и не сохранять баланс и сделать подъемы на одной ноге по очереду. Под этим сложным комплексом вы будете всегда в будущем в командировке, как я говорил, или реабилитация, или вынужденное, простое в течение тренажерного зала поддерживать себя в хорошей физической форме. Следующий видеопус, видео тренировку я посвящу тренировке на широчайшие мышцы спины. Оставайтесь с нами, смотрите мой видеоканал Пау Дэди. Всем пока, удачи!